Крупнейшее в нашей стране исследование водительских предпочтений, ежегодная национальная премия «Автомобиль года в России» завершилась торжественной церемонией награждения победителей. Если раньше итоги голосования подводились в мае, то в этот раз, из-за пандемии коронавируса, праздник пришлось перенести на сентябрь. Но это и к лучшему. У респондентов было больше времени на выбор лучших моделей в своих классах. Примечательно, что в этом году премия состоялась в 20-й раз. Так что поздравления в течение вечера принимали не только победители голосования, но и организаторы. Я поздравляю национальную премию «Автомобиль года в России» с 20-летием и, конечно же, желаю новых достижений, новых побед, ну и новых дорог вместе с нами. В онлайн-голосовании приняли участие около полутора миллионов человек, которые выбирали наиболее удачные, по их мнению, автомобили в 24 номинациях. Лидерами по числу побед в массовом сегменте стали марки Kia и Volkswagen, а в премиальном – Mercedes-Benz. Это означает признание того, что Kia умеет делать не только автомобили для массового потребителя, но и автомобили для самой взыскательной категории российских пользователей автомобилей. Мы умеем делать автомобили, которые зажигают. То, что те, кто голосовал, признают нас лучшими, самыми любимыми в массовом сегменте, означает, что наши попытки внедрить самые классные технологии, предложить их массовому покупателю были отмечены, и это значит, что нас за это любят. Впервые во время церемонии организаторы премии выявили и обладатели главного приза среди участников голосования. Микроавтобус Volkswagen Caravelle 6.1 отправился к Евгению Багрякову в Оренбург. Это мультифункциональный автомобиль, который абсолютно идеально подходит как для городской среды, так и для путешествий, для работы, для семейных нужд. Поэтому, ну, такой универсальный подарок. Премия «Автомобиль года в России» перешла в свое третье десятилетие. Однако организаторы пока не планируют что-то кардинально в ней менять. Вы знаете, происходят эволюционные изменения, они происходят всегда, но премия, она как основной проект федерального проекта «Автомобиль года в России», куда входят разные проекты, вы знаете, есть и рейтинги, есть и «Автогода Тревел», она все-таки должна, мне кажется, остаться неизменной. Если будут появляться новые классы автомобилей, мы, соответственно, будем их вводить. Но на данный момент вопрос остается лишь один, и он очень понятен. Какой автомобиль вы считаете лучшим в каждом классе? Продолжение следует...